Здравствуйте! В эфире зал заседаний. После небольшого перерыва мы возобновляем видеодневники заседания сессии городской думы в студии Марина Минкина. 14 декабря прошла, пожалуй, самая важная сессия в уходящем году. Депутаты принимали бюджет на будущий год. Для новодепутатского корпуса это был своеобразный экзамен, их первое рассмотрение главного финансового документа. Предшественники обычно по бюджету устраивали страсти, которые зачастую выходили за грань дозволенного. В этот раз все прошло непривычно тихо. Цифру бюджета 2018 озвучила заместитель начальника финансового управления Елена Паншина. Исходя из них, ясно, что главный финансовый документ города на следующий год весьма напряженный. Дефицит составил больше 40 миллионов рублей. Практически все доходы идут на текущие расходы. Однако это не новость, а тенденция последних лет. И еще одна закономерность. Город находится в финансовой зависимости от бюджетов других уровней. Финансовая помощь составляет по 2018 году 56,7%. Собственные налоговые и неналоговые доходы 43,3%. Такая тенденция, когда межбюджетные трансферты составляют чуть более половины всех доходов, сохраняется на плановый период 2019-2020 годов. Но в 2018 году долгий финансовой помощи несколько выше. Из-за того, что муниципалитету была предоставлена субсидия на финансирование в вопросах местного значения в сумме 45,761,9 тысяч рублей. И были субсидии на повышение заработной платы работникам культуры и дополнительного образования. Коротко пробежимся по наиболее интересным статьям расходов. В 2018 году предусмотрено более 4 миллионов рублей на погашение задолженности по оплате проезда к месту отдыха и обратно для работников муниципальных учреждений. На дороге в следующем году планируется направить больше 18 миллионов рублей. Ремонту подлежат улицы Кирова, Лермонтова, проезд у 6-й школы, тротуар на проспекте Ленина. В бюджете предусмотрены средства на устройство лейерных ограждений, установку светофоров, свод деревьев. Весомая часть средств уйдет на образование. По периметру всех детских садов, школы искусств и спортивной школы будет установлено видеонаблюдение. Также в бюджете сохранены меры социальной поддержки предыдущих лет. Вопросов к разработчику проекта оказалось немного. В новом году была принята новая казахская оценка земли, учреждена. У меня вопрос такой. Поступали документы из Архангельской области на согласование местной области. Я почему спрашиваю? Потому что 5 лет назад, без согласования, когда утвердили эти казахскую оценку земли, город потерял 27 миллионов рублей земельного дохода. Планируется, я так понимаю, все-таки казахская оценка проведения в 2018 году. Там будет создано специальное государственное учреждение. Пока документы не поступали, я понимаю, что эти работы еще не начались. Планируется пока исходя из оценки, которая была произведена в 2018 году. Я говорю о том, чтобы потом не было запоздалых вопросов. Мы сейчас законодательство об этом плане меняется. Мы надеемся, что с муниципалитетами будет согласовываться. Как каким-то образом созвониться? Пока еще. Чтобы подтолкнуть к этому делу. Пока еще процесс не начался. В связи с тем, что расходы сформированы по программно-целевому методу, какие изменения произошли в бюджете в части муниципальных программ? Программы у нас большинство закончили действия в 2017 году. Разработчиками были сделаны, сформированы новые программы. Начиная с 2018 года, большинство на пятилетний период. По социальной сфере многие программы были объединены и сделаны. Более крупные программы с программами. Появилась новая программа по терроризму и по ТОСам. Сейчас точное название. Вот эти две программы. В бюджете 2018 года предусмотрены дополнительные средства на содержание зданий администрации города. С чем это вызвано? Расходы по материальным затратам по администрации города спланированы на уровне 2017 года, но дополнительно на ремонт туалетов. Они находятся в состоянии не очень хорошем. И дополнительно на аттестацию специального режимного объекта. Там идет аттестация как самого помещения, так и программного обеспечения. И кабинета 314, но она проходит обязательно раз в пять лет. Как бы вот эти дополнительные расходы по администрации. Так все на уровне прошлого года. Величение не производится. И контрольно-счетная палата, и профильная комиссия Гордумы одобрили проект бюджета. Однако внесли свою лепту депутаты. Они предложили снять с культурно-досугого центра 5 миллионов 200 тысяч рублей, выделенных администрацией на установку негорючего подвесного потолка в зрительном зале. И распределить средства, по их мнению, куда более выгодно. Выделить 1 миллион 400 тысяч рублей на финансовое обеспечение дошкольным учреждениям. Небольшие суммы направить на поддержку коряжемской организации инвалидов и на бесплатные помывки в бане лицам без определенного места жительства. Оставшиеся средства, а это 3 миллиона 700 тысяч, на погашение дефицита. Большинство проголосовало за эту поправку. Позицию депутатов пояснила председатель комиссии по бюджету Гордумы Лидия Коржева. Была проведена экспертиза, соответствующая уполномоченной на то комиссии, которая выявила, при начале ремонтных работ потребуется значительное расширение объема того ремонта, который запланирован был ранее. Что потребует дополнительных значительных ассигнований. Поэтому было принято решение учесть данную поправку при дальнейшей корректировке, в первую очередь, при дополнительных финансовых вливаниях в доходную часть бюджета. По итогу цифры бюджета на 2018 год таковы. Общий объем доходов – 935,5 миллионов рублей, расходов – 972 миллиона. Дефицит был снижен до 36 миллионов 400 тысяч рублей. В завершении глава города Андрей Ткач поблагодарил депутатов за плодотворную работу. Хотел бы отметить, что очень много вопросов, на которые пришлось отвечать и мне, и работникам администрации при подготовке и при разработке проекта бюджета. Бюджет совершенно непростой, потому что мы ждем изменений, как вы знаете, увеличения минимального размера оплаты труда. Тот максимальный дефицит бюджета, который запланирован и есть в проекте бюджета, уже в бюджете на 2018 год, он, наверное, не позволяет нам решать эту проблему за счет увеличения дефицита бюджета. У нас с вами в следующем году предстоит работа как по увеличению доходной части бюджета, так и по оптимизации расходной части бюджета для того, чтобы выполнить все свои социальные обязательства, которые будут стоять перед нами. Это и майские указы, и увеличение минимального размера оплаты труда. Но они, прежде всего, направлены на улучшение социального благополучия всех наших жителей нашего города. На сессии не раз звучало, что бюджет на будущий год сложный, но в нем много положительных моментов. Например, предусмотрены средства на исполнение майских указов президента, на повышение заработной платы работникам культуры и дополнительного образования. Также на данном этапе сохранены важные социальные направления. Те задачи, которые мы ставили перед собой и обещали на выборах, в том числе и депутаты, когда была избирательная кампания, чтобы наш бюджет был социально направлен. И те меры социальной поддержки, которые были в прежних бюджетах, это и проезд к месту лечения в ЛПУ, он сохранен и даже увеличено финансирование этого направления. Также сохранены меры поддержки детей, посещающих образовательные учреждения и получающих питание, то есть это определенные категории. Также сохранены меры, такая как социальные места в детских садах. Мы не пошли по пути сокращения этого направления, потому что поняли, что это востребовано, и люди этим пользуются. Говорить о других мерах социальной поддержки, они все отражены в программах. Прежде всего, то есть бюджет, он программно-целевой носит характер. Более 90% запланировано в бюджете по программам. Бюджет принят, в течение года он еще будет корректироваться, как расскажем в видеодневнике «Зал заседания». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok